Текст Текст Буду читать От первого лица Ибо этот текст Продиктован духами То есть Они рассказывают Сами о себе А я озвучиваю На самом деле Они называют себя Вечностью А слово Дольменный Присвоен им Сегодня Живущие люди Много тысяч лет назад Люди обладавшие Знаниями первоистоков Остались на земле В виде души и духа Я их называю духами И это правильно Они так сказали В этом фильме Мы расскажем о себе То есть Что такое Дольмены Для чего И когда появилось Такое явление на земле Дольмены Что это? Более десяти тысяч лет назад Друиды и не только Задумались над тем Чтобы никогда Человечество Не гибло Потому что На земле Был создан Замкнутый круг Сначала земля Представляла собой Райский сад Но постепенно Человечество Деградировало И происходило Самоуничтожение Людей И так повторялось Снова и снова Мы Силы созидания И вечной жизни Решили разорвать этот круг Вечной гибели Ибо он был создан людьми А не творцом Людьми Потерявшими В себе Бога Сами до конца Не осознавая Что творят Они пошли на поводу У неких сил Создали жизни круг Приводящий людей К самоуничтожению И это стало повторяться На земле Снова и снова Мы Силы Как у вас говорят Света Или созидания И вечной жизни На планете Земля Стали думать Как прекратить Деградацию И уничтожение людей Мы поняли Что в момент Начала Серьезных катаклизмов На земле У силы жизни Должно быть Достаточно энергии Непосредственно На земле В самый критический момент Когда человечество На краю гибели Для этого Были изобретены Специальные сооружения Вы их называете Дальмены Первая наша задача Сохранение Знаний Первоистоков На земле И последующая Передача их Нашим потомкам То есть вам Когда сможете Принять Дальмен Это Энергетическая Катушка Или накопитель Космической энергии Где человек Обладающий Знаниями Первоистоков После смерти В виде души И духа Мог оставаться На земле При этом Не теряя своих знаний Полностью их Сохраняя Дальмены Расположены В таких местах Земли Где ее энергия В большом количестве Выходит на поверхность И это Очень важно Таким образом Мы находимся В эпицентре Двух энергий И благодаря этому Мы можем При желании И по необходимости Использовать Эту энергию Даже если Дальмен Разрушен Все равно Энергия Сохраняется Душа продолжает Жить И чувствовать себя Вполне комфортно Целый Дальмен Нужен в самом начале Как инструмент Который Притягивает Космическую энергию Именно Благодаря этой энергией Душа Может жить На земле Если такой энергии Не будет Она погибнет Отверстие В Дальмене Должно быть А округлые формы Потому что Это самая Оптимальная форма В природе Отверстие Затыкалось Пробкой После того Как космическая энергия Была притянута Дальменам И находящимся там Человеком Который в этот момент Был в состоянии Медитации В вечность В жизнь В созидание Процесс притягивания Космической энергии Мог продолжаться Несколько недель После того Как дух Покидал тело Навсегда Происходило Небольшое свечение В это время Закрывалась Пробка И космическая энергия Постоянным потоком Пульсировала Из космоса Дальмены Находятся на территории Практически Всей Земли В тех местах Где энергия Земли Выходит на поверхность Дальменов Построено Несколько тысяч Точную цифру Мы называть Не будем Большое количество Дальменов Нужно для того Чтобы в нужный момент Наша энергия Энергия жизни Оказалась бы Сильнее энергии Разрушения И гибели И это время Стремительно Приближается Созданная тьмой Ловушка Капкан Для гибельных мыслей Человеческих Гибельные мысли Людей Обозначает Что люди Сами того Не осознавая Готовили себе Конец света Как это происходит Очень тонко Ненавязчиво Подается Какая-то дата И практически Все население Планеты Начинает ее Усиливать И в конце концов Она реализуется Ибо мысль Человеческая А значит Желание людей Всегда реализуется Ведь Человек Творец Только в данном случае Своей гибели А не счастливой И вечной жизни И не было бы на земле Такой силы Которая смогла бы Помешать гибели То есть Смогла бы изменить Мысль людей Повернуть их К созиданию К радости К желанию жить Творить Рожать счастливых детей А для этого Людям Нужно показать истину А чтобы ее увидели Нужно разбудить Спящих Ибо человечество К этому времени Погружается в сон То есть Божественное в них Отторгается И выбрасывается Прочь Так как Растление людей Достигает Высшие точки Но в этот раз Эта страшная Безысходность Будет нарушена Это уже происходило В головах И сердцах людей Кто принял книги Под знаком Звенящей кедры России Эти люди Проснулись И этой мыслительной Энергии Было достаточно Чтобы разорвать Круг вечной гибели Круг разорван Но программа Созданная Ещё Живёт И продолжает Действовать Происходят Катаклизмы Происходят Войны Земля наполнена Горием Болью Страданием Человеческим И это будет продолжаться Какое-то время Ибо не всё Проснулись У неких сил Ещё большой потенциал И серьёзные возможности И вот сейчас Мы выходим Из обвения Феномен Тайна связанная С дольменами Раскрывается Практически Полностью В этом фильме Есть Такие силы В том числе Люди Сегодня существующие На земле Которые хорошо знают Что ждёт человечество В ближайшем будущем Но немногие из них знают о том Что вся их Человеконенавистническая деятельность Провалилась Что страшного уничтожения Человечества Уже не произойдёт Главные жрецы-разрушители Отказались От дальнейшей Своей чёрной деятельности Получив информацию Из книг Под знаком звенящей кедры России И не только Они всё тщательно Просчитали и поняли Что проиграли Что кто-то Одним Молниеносным действием Все их ухищрения Повернул Против их самих Когда они узнали Что это ведрусса Их дух Источил запах Ибо Это для них Означало Полную капитуляцию На этом их деяния Прекращаются Навсегда Никогда Больше человечества Не будет деградировать Это значит Что на земле Будёт Вечный рай Счастливая Спокойная жизнь Всё это в будущем А пока Мы принимаем Землю такой Какая она есть Добрые люди Делайте свои добрые дела Ваши чистые помыслы Будут усиливаться непомерно Чем чище Сердце ваше Чем чище И прекрасней мысль Тем больше энергии Будет направляться К такому человеку Ибо в основном Через людей Живущих ныне Мы можем действовать И расстояние для нас Не имеет значения Те люди Кто проснулся Смелее Выдвигайте Свои светлые планы Не бойтесь Что вас не услышат Выходите На самый высокий уровень Обращайтесь К правительству Обращайтесь И доносите До всех Ваши планы Желания И видения Будущей счастливой жизни На земле Единственная просьба Всё Как следует Продумывайте И после этого Не допускайте В мыслях Своих Сомнений Ибо мысль ваша Будет усилена Непомерно И то Что вчера Ещё было невозможным Произойдёт Время сжимается Всё изменяется Все вы знаете Про великую Отечественную войну 1941-1945 годы Гитлер И всё окружение Вместе с ним Это только верхушка Айсберга Основные силы Конечно же Были невидимы К тому времени Зло на земле Вошло во вкус Оно почувствовало Свою силу А Россия Для сил зла Была той самой Территорией света При уничтожении Которой Вся земля Становилась От них зависимым То есть Попадала Под полное Их влияние И силы зла Могли с ней Сделать Всё Что захотят И даже Когда Россия Была подвергнута Революцией И в ней был уничтожен Почти весь интеллект Среди людей Потому что Лучшие люди Были расстреляны И уничтожены А у власти Стоял человек Который поддерживал тьму Казалось Что были созданы Все условия Для уничтожения страны И народа А также Частичного порабощения В то время Это был Советский Союз Гитлера поддерживали Все развитые страны Практически вся Европа Была создана армия Которая По своему военно-техническому потенциалу И даже по своему воинскому духу Была в несколько раз Сильнее Советского Союза Было просчитано Всё до мелочей И предсказана 100% победа Но они не учли нас Те силы света В виде дольменов И не только Тот патриотический порыв народа Защищать свою родину Был настолько великий чист Что мы смогли усилить его Во столько раз Во сколько это нужно было Люди совершали чудеса героизма Да, потери были огромные Но это не наша вина Благодаря количеству дольменов Мы могли концентрировать На определенных участках Колоссальную энергию Снабжали её информацией В данном случае Агрессивной Разрушительной И направляли её На вражеские войска Даже летящие в небе Вражеские эскадрильи Прекращали свой полёт И просто падали вниз И взрывались Москву не бомбили Не потому что не хотели А потому что не могли долететь Уже тогда Верхушка неких сил поняла Что что-то неладное Они увидели Что с ними ведут борьбу Не только наземные силы В виде людей и техники А также невидимые силы В виде колоссальной энергии Еще тогда Верхушка зла поняла Что кто-то их сильнее И рано или поздно Им придется капитулировать Это время пришло С выходом книг По знакам звенящей китры России Началось шествие по земле Сил света, сил добра, Созидания и вечной жизни Сегодня наша планета И наш народ Не в лучшем состоянии Ибо на земле Слишком много зла И слишком мало доброты А тем более любви Энергия любви Не может жить Темных сердцах И городских квартирах Вы, те люди Кто называл себя ведрусами Становитесь еще более бескорыстными И еще более добрыми Потому что только через светлых людей Может прийти добро и любовь на землю Ибо все от людей и через людей Когда-то человечество Удалось обмануть И пришло на землю зло Сегодня через тех, кто проснулся Приходит доброта и вечная жизнь С любовью вместе Создавайте пространство любви То есть свои родовые поместья Вам выпало великое счастье Вернуть на землю любовь То есть вечную и счастливую жизнь Творите добро во имя детей своих и внуков Во имя всех светлых людей Они будут жить в других энергиях Потомки ведрусов Смогут исправить ошибки прошлого Ибо победа уже одержана И все произошло Осталось только материализовать Все это на земле Конечно, это дело не одного дня И спешить никуда не надо Процесс этот не быстрый И в том своя логика Самое главное Чтобы все делалось через душу вашу То есть по желанию В радости творения С любовью вместе А не от ума Нужно быстрее А то будет поздно Само слово творить Подразумевает Когда что-то делаешь А сердце твое при этом поет То есть человек счастлив Мы дольмены И связанные с нами силы Заявляем Мир, счастье, любовь Пришли на землю Навсегда Войны, катаклизмы, горе Уйдут с земли Тоже навсегда Уже шагает по планете Новая энергия Ведрусы Это люди первоистоков Они действительно созданы По образу и подобию Божьему Именно они обладают знаниями Бога-творца Знаниями вселенной и космоса Именно с ними ведет борьбу Тьма Многие тысячелетия Но так и не смогла победить Ведрусы всегда находили Выход Ко спасению А теперь Они нашли выход Ко спасению Всей земли Последние тысячелетия Эти люди В основном находятся На территории России, Украины, Белоруссии Поэтому так ненавидят Русь Силами зла На Русь Посылались войска Чтобы завоевать ее А русский народ Уничтожить И поработить Но сегодня Именно Россия И именно русские Смогли сломать хребет Тем, кто ненавидит Свет, радость, гармонию Русские Несмотря ни на что Смогли сберечь Свои души Простоту Чистосердечность Простодушность Берегите Простоту душ ваших И во простоте Такой Мудрость Вселенская Иностранцы Никак не могут понять Загадочность Русской души Отгадка в том Что русские На подсознании Очень хорошо помнят Как они могли перемещаться По всей вселенной Улыбка не сходила С лица этих людей Они всем и всегда были рады И несли с собой Только любовь По другому они не хотели И не могли Ибо они дети добра Чистоты Гармонии И сегодня Еще русские Открытые Добродушные Нежадные Вы слышали такое слово Предназначение Сегодня Предназначение Русских Взять на себя ответственность Для возвращения на землю Энергии любви Именно этот народ На сегодня Самый чистый Порыв ваших сердец Действительно достоин Чтобы в них Вошла энергия любви Когда Другие Заботятся о пище О материальном Благополучии Этому Посвящают Всю свою жизнь Ибо их интеллект Невысок И при этом Смеются над Простотой И доверчивостью Русских Несмотря ни на что Вы любуетесь Цветами на лугах Или звездами В ночном небе Слагаете стихи И воспеваете Любовь в своих Песнях На потомках Ведрусов Ложится огромная Ответственность Перед землей И перед Вселенной За выполнение Своего предназначения Вы прямые Потомки Ведрусов Тех Ведрусов Кто поддался Тьме И позволил Уничтожить Свою ведическую Культуру Все остальные народы Пусть помогают вам Они обижаются И не думают Что их унижают Сегодня это их предназначение В этом они Вырастут Душой своей Во много раз Глупый Пусть обижается А умный Пусть становится Подобным Богу Ибо путь этот Ведет К счастью К радости К Богу Будьте осторожны Не поддавайтесь На хитрости И уловки В тех сил Проверяйте И перепроверяйте все С чем вам придется Столкнуться В выполнении Своего предназначения От ваших правильных Поступков И действий Зависит Раньше или позже Наступит рай на земле И это не пустые Ничего не значащие слова Это истина Значимее И выше которой Сегодня просто Ничего не существует Предназначение Самое главное Для народа сегодня Возвращать Ведическую культуру На землю А чтобы это могло Произойти быстрее Мы рассказали Про школу счастья Где дети ваши Смогут увеличить Скорость мыслей И благодаря этому Смогут быстрее Осознать себя в творце И творца в себе То есть поймут Смысл бытия И следующее поколение Начнут возвращать Истинную мысль Бога На землю В полной мере Так как смогут Принимать наши знания Тоже в полной мере В этом заключено Выполнение нашей миссии Сегодня Живущие люди Не смогут По-настоящему понять Всю глубину Величие Значимость Из дельменов А вот ваши дети Внуки И далее Поймут наше значение И по-настоящему Смогут Оценить Наше предназначение Передать знания Первоистоков А люди к нам Приходят Со своими проблемами Проблемы связаны С их низким интеллектом С их деградацией Другими словами Они не ведают Что творят Жизни своей Мы ждем от них Понимания Кто мы И для чего существуем Мы ждем Когда нам скажут Чем мы можем вам помочь Чтобы вы Смогли выполнить Своё предназначение А люди приходят И говорят слово Которое придумали Темные жрецы В виде корыстной То есть Разрушительной энергии Звучит оно так Дай Дай здоровье Дай денег Или бизнес Который будет Приносить Наживу Но никто не хочет Задуматься Почему он болеет А ведь болезнь дается Чтобы человек Остановился В неправильных деяниях Своих Смог осознать Неправильность Выбранного им пути И начать Искать Правильное направление То есть Выполнять свою Земную миссию Болезнь тела Это не что-то страшное Которое нужно лечить Лекарствами В больницах А это Предупреждение Божье От растления души То есть Чтобы человек Душу не погубил свою В угоду тем Кто этого желает Так Бог Останавливает человека От гибели своей Болезнь Болезнь Это Отторжение Болезнь 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 А Ценностей До Может Болезнь А Мften сохранить для вас. Мы ждем таких людей, которые скажут, чем я могу быть полезен, чтобы вы, Духи ушедшие в вечность, скорее выполнили свое предназначение. Спасибо вам! Продолжение следует... Продолжение следует...